Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами сегодня последний урок года. Да, перед нами Роша Шана. Роша Шана это день, когда отчаяние Бога встречаются с нашими реальными делами. Вот нам было выделено сверху что-то, и теперь вот сравнивают то, что мы могли сделать в этом году, и то, что сделали. Этот суд, который происходит, он связан в первую очередь с обновлением. Уже не будет, нам будет казаться только через два дня, что все такое же, небо, земля, все будет другое. Я не хочу уходить в глубину, но мира этого не будет. В праздничный день Роша Шана все полотно мира заново просматривается Всевышним. Наши мысли, поступки рассматриваются, взвешиваются. В этот день Небесный суд выносит справедливый приговор. Точнее его первую редакцию, потому что через 10 дней в Йом-Кипур он утверждается. Кому-то в новом году суждено возвыситься и преуспеть. Кого-то постигнут неприятности. Одним будет сопутствовать удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, а другим умереть до конца года. Все это записано в этот день. Существует обычай поститься в этот день до полудня. В Медорше говорится, что за этот пост человек упрощается треть его грехов. Чтобы понять суть этого дня, казалось бы, надо взять молитву и читать. Есть молитвы на Роша Шана, но в молитвах, на удивление, мы не найдем ни одной просьбы ни о нас самих, ни о наших близких, ни о народе, ни о мире, ни о чем. Это надо объяснить, потому что как могли мудрецы, которые составляли молитвы, пропустить это все. Более того, написано в книге Зар, в великой книге Кабалы, что нельзя просить даже в этот день за себя. А тот, кто упомянет свои заслуги за год перед Творцом, тому сразу вспомнит все его прегрешения. Почему? Почему, по мнению Аризаля, вообще нельзя просить за себя в этот день? Потому что надо понять суть этого дня. Основная тема Роша Шана – это признание Всевышнего царем. Мы сегодня пришли в царский дворец, мы не просим его ничего, мы признаем его царем. Это признание влечет за собой подчинение его высшей власти. В результате у человека возникает ощущение, что он не может делать только то, что ему хочет. Что в мире есть хозяин. Хозяин, который правит всем. Но почему именно мы подчиняемся? Какие условия выдвигает такое подчинение? В Торе сказано, мы уже много раз говорили об этом. Я представляю вам выбор – жизнь и добро, смерть или зло. Выбирает жизнь. Творец сообщает нам, что выбор – жизнь или смерть – остается за нами. Поразительно, смотрите, Всевышний царь, он все решает, а выбор все равно за человеком. Так вот, если мы провозглашаем Творца нашим царем, это не означает, что у него теперь есть обязанность решать за нас все наши проблемы, и все сомнения наши перекладываются на его плечи. Признание власти Всевышнего – это понимание, что Творец желает нам добра. Это надо осознать. Всевышний словно говорит нам – думайте, анализируйте, взрослейте, развивайтесь, наконец. И научитесь понимать, куда направляетесь вы и куда вы направляете мир. Научитесь брать ответственность за свою жизнь. Рошашана – это зачатие года. А в последующие 10 дней – это период беременности. Вот почему эти дни так важны для всех. Представь перед Богом сегодня в Рошашана, человек судится на весь год. Если личность кристаллизуется в этот момент и приобретает законченную форму, изменить ее потом будет чрезвычайно трудно. Первый приговор изменить тяжело. Куда легче внести изменения вот до Рошашана? Куда легче начать манипулировать генами своего характера? Люди, обладающие глубокими духовными знаниями, очень стараются эти два дня провести по высшим стандартам. Потому что происходит зачатие, кристаллизация. Представьте себе Рошашана как эффект бумеранга. Каждое слово, о котором мы говорим, каждое действие, которое совершаем, каждый поступок – это разные бумеранги, которые мы выбрасываем в космос. И каждый Рошашана, бумеранги эти собираются и возвращаются в нашу жизнь. Позитивные, отрицательные – все. Каббала объясняет, что опыт причины и следствия является общим для всего человечества. И в какой-то конкретный момент времени на суде присутствует весь мир. А если проще, то Каббала учит, что реальность – это как зеркало. Посмотрите в зеркало и улыбнитесь. Изображение улыбнется вам в ответ. Если мы проклянем себя в зеркале, то изображение, проклятие, вернется нам назад. Вот так устроена жизнь. Осознаем мы это или нет. Когда мы совершаем отрицательные поступки, в нашем космическом зеркале отражается негативная энергия. И посылается нам назад во время Рошашана. Сейчас время анализа. Сейчас время принятия решений. Сейчас время… Но это до вечера. А вечером надо забыть все и короновать царя. Надо сказать, я не знаю, ничего не помню, ни вчера, ни сегодня. Я хочу тебя, я хочу царя. Я хочу провозгласить тебя царем. И тогда мы выиграем этот суд. Браха вацлаха. Я даю нам браху на то, чтобы каждый из нас устоял на этом суде и получил хороший приговор на следующий год. И люди, и страны. Браха вацлаха. Спасибо.